Более тяжелого рока на зеленом острове байкеры закрывают сезон. Уж зима катит в глаза. На фестиваль съехались участники со всего юга России. Всего более 200 байков. Такие мероприятия проводят два раза в год. Весной открытие, а осенью закрытие сезона. Но закрытие это чисто формальное, потому что кататься байкеры не перестанут, несмотря ни на какую плохую погоду. Олег Пашута Ножницы возьмет курс на Москву домой. Каждая наклейка на бензобаке его мотоцикла – свидетельство дальних путешествий. Если собрать все, хватит оклеить КамАЗ. Есть тут Саудовская Аравия, из Ирана недавно мы приехали. Ну много тут. Кенвал, Баку. Полмира объехали точно. Но еще осталось пол, так что надо стремиться больше ездить. Вадим Притуляк на своей двухколесной машине прошел весь Дакар и добыл России первое место. Единственный мотогонщик из стран бывшего Советского Союза, кто осилил тяжелую трассу 10 тысяч километров. Я даже никогда не мог себе подумать, что я буду участвовать в Дакаре, тем более пройти до конца. Но в жизни все случается. В мирной жизни они политики, бизнесмены, врачи. Серьезные люди играют в популярную байкерскую игру – сосиска. Побеждает самая ловкая пассажирка, если у нее получится на ходу попробовать блюдо. Как стемнеет на берегу Дона, разворачивается представление. Не для многих глаз. Огненное шоу в легкой стриптиз-программе. Это единственное время для людей из разных городов встретиться, потому что иначе найти время очень сложно. У всех работа, у всех дела. И просто приехать к кому-нибудь в гости без повода очень проблематично. А подобные мероприятия, они людей как раз собирают, люди общаются, ну и видятся в общем-то. Многие только на этих мероприятиях и видятся. Короли дорог размещаются по походному, в дорожных палатках. На кострах готовят традиционную пищу мотоциклистов – узбекский плов. А на праздничном столе уместно появление медовухи, кваса и блинов на закуску. Анжела Кутни и Андрей Коробко. Южный регион. Инфо.